Я решила покрасить забор. И ничего лучшего не нашла, как отработанное масло. Я считаю, шикарно получилось. И изначально чёрный цвет, который меня немного шокировал, проявился тёмно-коричневым, благородным цветом. И сейчас я расскажу, покажу, почему я к этому пришла. Доброе утро, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня воскресенье, 20 октября, необыкновенная солнечная погода. Вы знаете уже, что апгрейд для меня стало обыденным делом, как будто завтрак, обед или ужин. И сегодня я хочу заняться ещё одним интересным делом. То есть не только покраска моих трёх комнат на даче, но ещё кое-что решила сделать. Работы по благоустройству моего участка практически уже закончены. Кустики посажены, уже прижились. И, скорее всего, вам не терпится узнать, чем же я ещё собралась заниматься. И я сегодня решила, наконец-то, покрасить свой забор. Не простой краской, а отработанным машинным маслом. По специальности я технарь. Наш форт работает на дизельном топливе. И для меня было решено использовать отработанное дизельное масло. Желательно использовать двойные перчатки латексные и вот такие строительные. И сейчас я вам покажу некрашенный забор. Единственное, что я не покрасила с торцов. Но это потом. Не сразу. Сейчас я тороплюсь по сухой погоде. И вот разница. Видите, облезлый справа забор и слева уже покрашенный. Обратите внимание, валик я использую поролоновый. И начинаю с середины доски. Растягиваю вниз. И потом вверх. Этот забор мы ставили 15 лет назад. Доски достаточно крепкие. Единственное, пролёты провисли под весом досок. В некоторых местах в этом году мы с мужем их меняли. Конечно, вы скажете, что можно поставить новый забор. Ведь деревянные заборы так или иначе требуют обновления. В итоге я погуглила. Мне не понравились цены. Установки забора и в том числе покраски. Покупка краски. И вот мой выбор упал на обработку машинным маслом. Это, кстати, бюджетная альтернатива магазинным краскам. Вообще, у меня вопрос стоимости покраска нашего деревянного забора. Здрасте. Соседя стоял во весь рост. Во весь погонный рост. То есть 40 метров, плюс 60 метров, уже 100 метров. Умноженное на 2. С двух сторон покрасить при высоте 1,5 метра. Это если не считая, где живая изгородь от соседей, которая не требует покраски. Так и будет сидеть. Да, Челюш? Так и будешь сидеть. Ну, что делать? Скоро-скоро я освобожусь. Не скучай, мой хороший. Не скучай. Не скучай. Хотела вам показать, то есть структуру дерева не закрасило это масло. Оно выделило. Ещё ярче стало. Ведь правда же красиво? И здесь тоже. Ну, здесь это вообще просто шикарно. Как вы уже успели заметить, что доски у меня не шлифованные. Я не посчитала нужным это делать. Для меня это невыполнимая, титаническая работа, которой не стоит этого. Наверное, проще поменять забор тогда. И валик, если вы уже увидели, валик я полностью окунаю в масло. И таким образом идёт плотное покрытие. Кто это мне здесь пришёл? Чарли, не лезь! Чарли, не лезь! Чарли, не лезь сюда! Сейчас мой беленький будет весь в масле. Немного не докрасила. С левой стороны нужно ещё выдернуть, вытащить кустарник. Практически всё. Я хотела продолжить, что задача у меня стояла до сложности простая. Или простая до сложности. Или простая и сложная. Во-первых, сохранить дерево ещё лет на пять. Второе. Сэкономить максимально. То есть, бюджетно. И третье, чтобы было дорого-богато. В кавычках. Простите, кого-то, если обидела. Чтобы это было комфортно для глазу. И вот эти три составляющие, ни в моих расчётах, ни в моей умненькой головке, они никак не складывались. Вот сейчас, смотрите, на 40 погонных метров, фасадных метров, ушло 20 литров машинного масла. Добрый день. Так вот, возвращаясь к нашему забору, к нашим баранам, при лёгком подсчёте, даже на вскидку, тысяч 14-16 экономия. Ну, просто в лёгкое. Надеюсь, я кому-то помогла с расчётами. Надеюсь, я кого-то повеселила и кому-то помогла поднять хорошее настроение и улыбнула моё видео. И надеюсь, что, предвосхищая ваши вопросы, я уже ответила на них. А с вами Любовь, канал Next Station. И следующей станции у нас чего-нибудь такое новенькое.